Секрет успеха Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто смотрит это видео. Вы смотрите программу Секрет успеха на библейском основании. Если вы первый раз слышите об этой программе, я для вас рекомендовал бы послушать видео, в котором говорится, как, почему мы это делаем, об этой программе. Название этого видео вы можете увидеть внизу. Также вы можете его найти по адресу, который вы увидите несколько раз под этим видео. Также я рекомендую посмотреть видео, в котором я объясняю, как мы это делаем подробно. Но сейчас несколько слова хочу рассказать всего, что мы делаем. Что мы делаем? Мы берем один стих и в течение всей недели изучаем этот стих. Когда у нас есть свободное время, когда мы едем, идем, мы просто изучаем этот стих. Мы молимся, что Господь открыл нам более реальность этого стиха. Кроме того, что мы изучаем Слово Божие, кроме того, что мы читаем Слово Божие. Но бывает, когда мы читаем Слово Божие, то это течение оно приходит на ум наш, и через некоторое время оно уходит, и мы его забываем, не помним все точно. Но когда человек много раз читает, что-то вникает, то оно откладывается надолго его памяти. Поэтому, если мы изучаем этот стих, и когда мы просинаемся утром, первое, что мы делаем, это цитируем этот стих, когда мы засинаем и цитируем этот стих. В течение дня, когда есть у нас возможность, мы тоже это делаем. Минимум десять раз, когда мы изучаем, оно запоминается более нас. И когда мы молимся, чтобы Господь открыл нам что-то через этот стих, Господь это делает, и мы растем духовно. Я хочу рассказать за этот стих за четвертый, третий месяц этого года, 2014 года, что Господь научил меня, и как Он явил себя. Этот стих действительно удивительный, я раньше его не замечал как-то, сколько читал Библию, это Псалом 79,2. Хоть я много раз прочитал Псалмы, но почему-то для меня он сейчас такой стал большой, реальный, и такой близкий, почти как один с любимым стихом. Там пишется так, «Пастор Израилю, мнемлив водящий, как овец Йосифа, восседающий на хоровымах яви себя». Для меня это было трудно запомнить этот стих, и другие, кто говорил, тоже для них было трудно запомнить это мнемли, водящий. Но когда не было листочка со мной, когда я свои память вспоминал, я говорил так, «Пастор Израиля, яви себя». Это звучит как молитва, это действительно было как молитва. Я хочу рассказать, через что Господь провел меня на этой неделе. В пятницу, ну я и мои друзья, мы ехали в Bible College, в Библейский College, это два часа от того, где мы живем. Мы собрались, приехали до моего родительского дома, пересели все в одну машину, я свою машину оставил там на дороге, на обочине, и поехали в Bible College. В субботу, когда мы вернулись вечером, начал падать снег, а когда в нашем штате падает снег, это штат New Hampshire, то на светлофорах мыгают лампочки, это означает, что надо все машины собрать с дороги, потому что будут чистить дороги, и чтобы машины не мешали. Но кто не заберет машину, то проедет трак, большая машина, которая заберет, ее везет, и потом надо искать, куда ее завезли, надо платить деньги, чтобы они отдали эту машину. Поэтому все люди стараются убрать свою машину. Когда я приехал к родителям, там было друзья, и запросили мне поехать в другой городок, это 15 минут от родительского дома, чтобы там побыть вместе, пообщаться, там приехали наши родственники. Поэтому я согласился, я снова пересел в другую машину, осталась в машинопаркине, я взял вещи, которые мне надо было, положил в машину, замикнул, и поехал с друзьями это другое население. Когда мы туда приехали, там как раз их дети бегали и играли в снег, потому что достаточно больше десяти сантиметров, кажется, снега выпало, и все бегали, играли, сыграли снег, поэтому я тоже положил вещи свои, фотоаппарат все, и потом даже фотографировал, просто занималась такой, зимней зарядкой. Потом мы пошли в дом, и около 11 часов, когда мы уезжали домой, мы сосели и поехали в родительском доме. Когда я приехал, я еще посмотрел, окей, хорошо, еще машину не убрали, надо сейчас быстренько седать и ехать домой. Когда я приехал, подошел к машине, я начал искать ключи, и ключу нет. Я подумал, где они может быть? Сетельно, я думаю, может быть, они где-то выпали с кармана в другой машине, которая ехала. Я пошел, попросил ключи, посмотрел, и там нет. И тогда я подумал, где они может быть? Они может быть там, где мы бегали. Это мне значит, надо ехать сейчас, искать ключи, потому что в любой момент может приехать трак и забрать мою машину. Тогда я попросил брата машину, сел, и я начал молиться этим стихом. Это стих, когда пастор Израиля, яви себя. Я говорю, Господи, ты видишь, что мне надо машина. Ее сейчас могу забрать в любое время, если я не найду ключи. Завтра мне надо машина. Потом надо будет искать эту машину. Я вы себя, что ты, я знаю, что ты восхидающий на хорове, ты знаешь, где мои ключи лежат. Я даже, Господи, вот там я думаю, что они лежат. Укажи, Господь, там. На том месте, где я вещи заложил. Я знаю, еще несколько сантиметров, снега еще упала. Я думаю, ну Господь, ты все, укажи, помоги. Действительно, мои родители тоже, я уверен, что молились Господу. Я ехал это в течение 15 минут, я взывал Господу, Господь, я вы себя, пастор Израиль, ты ввел Израиль своим путем. Когда они падали, когда они каялись, ты знов, Господь. Я смирал душу свою пред Господом. Я говорю, Господь, я вы себя, я знаю, что они не стоят. Я знаю, что если даже они не найдутся, машину заперут. У меня все есть. У меня есть здоровье. У меня все есть. У меня есть ум, который я могу думать. Я могу ноги ходить. Я должен быть за это благодарен. И за это мне нужно забрать машину. Но Господь, я все же хочу, чтобы там ключи были. Когда я приехал туда, я начал с фонариком свететь, уже заметили следы, я прошел, прошел до того места, нет ключов. Я обискал, а ключов нету. Наконец-то я решился пойти к дому, в середину дома. И когда я подошел к дверам, на пороге, смотрю через окно, сидит хозяин этого дома, Костя еще, которые к ним приехали, они общаются. Это было после 12 часов ночи. И я не хотел стукать, думаю, сейчас напугает, кто там пришел ночью. И стоял так, и в размещении, думал, господи, только ты, только ты, я вы себя, я знаю, что ты реально, но я вы, покажи. И действительно, так получается, почему-то родитель подходил в окно, ах, извиняюсь, хозяин подходил в окно, в середине, я ему помахал, он так посмотрел, открыл дверь, я говорю, а перед тем, как я смотрел в окно, я вижу, кажется, на тумбочке у них лежат мои ключи. Я не знаю почему, там было такое черное, похоже на него, это, наверное, мои ключи. Я думаю, если бы что-то приблизить, далеко не было, что это такое. Но когда хозяин выходит, я говорю, здрасьте, я забыл мои ключи, и они вот там на тумбочке лежат, можете принести? он пошел по этой ключи, он пошел по этой ключи, и вертай, когда я ушел назад, действительно, он принес мои ключи. Я побыл и верил ему, сказал в покойную ночь, и сел в машину, ах, господи, ты чудный велик, я просил, чтобы ты там, чтобы они там в снегу лежали, там в снегу лежала, а ты дал намного лучше, где мне не надо искать в снегу, где они были не мокрые, где машину я мог точно завести, зная, что не западал над снегом, и я такой благодарен был, я побешал Господь, Господи, когда в понедельник я буду это делать видео? Я засвидетельствую, что ты как-то явил себя. Дорогие друзья, я это сделал, и вы тоже, когда вы проходите, Господь что-то действительно вас большое научил. Вы можете записать видео, мы просто доставим сюда видео, вы можете написать рукой, вы можете аудио записать, любым способом вы можете сделать, чтобы действительно мы сбогачивали друг друга, показывали, насколько нас Бог велик, милостив к нам. И другие люди, которые слушают, которые еще не решаются так сделать, выразить картинку, зайти на этот сайт, изучать Слово Божие всегда, чтобы было при себе, чтобы они тоже, в их появились желания. Я засвидетельствую вам, я думаю, что у вас были похожи моменты, и пожалуйста, делитесь, и ищите Господа во всех путях. На этой неделе, это четвертая уже неделя, в этом году, тоже очень замечательный стих, который мы будем изучать, он очень известный, Исайя 40 глава 28 стих. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вешеный Господь Бог, сотворивший конца земли, не утомляется и не измигает, разум его неисследим?» Название, которое я хотел бы здесь дать, это «Творец», сотворивший конца земли. Бог, Господь Бог, есть наш Творец. Я хочу, чтобы на этой неделе, и чтобы этот стих был настолько сильным в моей памяти, что я хочу, чтобы Бог когда-то показал мне, когда я не знаю выход ситуации, что Он показал, действительно, что Его разум неисследим, что я не могу даже представить, а Он сделал такую большую иральность. Я хочу, чтобы Он сделал в моей жизни. Я хочу, чтобы Он сделал в вашей жизни. Поэтому возьмите, изучите этот стих в течение этой недели с нами. И, возможно, Господь что-то обильного покажет вам даже на этой неделе, и вы можете засвидетельствовать. В течение этой недели написайте в понедельник, если буду дать жизнь, продолжить и милость свою. Мы будем делать это видео, и там мы можем поставить. Пусть вас Господь благословит, чтобы мы вместе изучали, вникали в Слово Божие, как пишет Псалом 1, чтобы, когда мы будем вникать в Слово Божие, когда мы можем пробиваться, мы будем похожи на это дерево, которое живет при потоках водок, которое вы видите. А дерево, которое вам всегда напоминало, что мы можем быть послушными. Пусть Господь вас добеслит этому. До встречи!